Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ Новости с вами в студии Виталий Волков. 6 сентября день святителя Петра. Святитель Петр, первый святой города Москвы, был митрополитом киевским и всея Руси в 14 веке. Именно митрополит Петр решил перенести кафедру киевского митрополита в Москву, чем немало поспособствовал становлению Москвы столицей Руси. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Прием председателя Смоленской областной думы Игоря Ляхова. Десногорцы оценили результаты проекта «Комфортная городская среда». Бессовестный грабеж в Вязьме. Чрезвычайная обстановка в городе остается стабильной. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Материальная помощь, строительство ледового дворца, вопросы ЖКХ, тема трудоустройства. Вот далеко не все проблемы, которые волнуют жителей Десногорска. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов провел прием граждан по личным вопросам. Какие из заявленных проблем будут решены в ближайшее время, узнала Алина Сазонтова. Одной из первых на прием пришла заместитель директора Десногорской библиотеки Ирина Захарова. Коллектив библиотеки обеспокоен состоянием книжного фонда. Книги ветшают, средств на закупку новых изданий нет. Ирина Захарова обратилась с просьбой о материальной помощи для пополнения библиотечного фонда. Игорь Ляхов заверил, что необходимая сумма будет выделена. Председатель садоводческого товарищества «Надежда» Василий Томилин рассказал о проблемах энергоснабжения на территории товарищества и попросил оказать содействие в ремонте линий электропередач. Заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Татьяна Святоха задала вопрос о продолжении строительства ледового дворца в Десногорске. Игорь Васильевич нам лично прокомментировал данный вопрос. То строительство, которое начато, сейчас будет снесено. И в рамках подписанного соглашения между бизнес-партнером и руководством области здесь будет построен новый спортивный комплекс. Но он будет иметь уже собственника. Ни область, ни город – это будет собственник, тот предприниматель, который будет в рамках соглашения здесь строить данный объект. Также десногорцы просили помощи в трудоустройстве, оформлении гражданства, предоставлении участка многодетной семье. Обсуждались и другие вопросы – неправильные парковки, тарифы ЖКХ, капитальный ремонт, бездомные животные, утилизация ТБО. Всего же за время приёма граждан спикером Смоленского парламента было рассмотрено несколько десятков различных обращений. По словам главы города Андрея Шубина, такие встречи помогают понять, с какими именно проблемами сталкиваются десногорцы. В результате данного визита мы можем решить определённые вопросы по нашей территории. В Десногорск у него тоже есть своя особенность, индивидуальность. И поэтому такие вот вещи, я думаю, что они довольно-таки полезны, пойдут на пользу всем, в том числе и нашим гражданам. Все обозначенные во время приёма проблемы зарегистрированы, намечены механизмы и сроки их решения. В завершении визита делегация посетила благоустроенную парковую зону. В администрации региона обсудили промежуточные итоги программы по выделению средств на реконструкцию жилищно-коммунальных объектов. В эту программу Смоленщина включена с прошлого года. Регион впервые получил от федерального центра дополнительные средства в размере свыше 250 миллионов рублей. Из регионального бюджета в качестве софинансирования направлено ещё 37 миллионов рублей. На данный момент в нескольких регионах ведётся реконструкция старых и строительство новых объектов ЖКХ. В целом же объём выполненных работ в рамках программы превышает 15%. В ближайшее время в регионе определят объекты, которые будут включены в программу на 2019 год. Этой весной десногорцы голосовали за четыре территории, в благоустройстве которых нуждался Десногорск. При подсчёте бюллетеней самый большой процент голосов был отдан за улучшение внешнего вида парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Все работы подошли к финальной стадии, и жители уже могут оценить результаты проделанной работы. В парковой зоне отремонтированы пешеходные дорожки, уложена новая брусчатка и бордюрный камень, установлены фонари, лавочки и урны. Ведутся работы по озеленению. Теперь десногорцы с удовольствием прогуливаются по парку. Очень красиво стало, прекрасно, душа радуется. Хорошо сделали ребята, молодцы. Молодцы, хорошо сделали. Ещё свет появится, вообще будет прекрасно. Нравятся дорожки тут. Кататься на велосипеде люблю, на скейте. Конечно, по сравнению с тем, что было, стало намного лучше. Дорожки ровные, нет этих ям, нет такого количества грязи и листвы, мне кажется. Но вообще-то чисто даже очень красиво. То количество фонарей, которые здесь находятся, мне кажется, будет безопасно, комфортно и приятно пройти вечернее время, не только дневное. Отличная работа проделана, кстати. Очень преобразился парк. Хороший стал. Приятно стало гулять. Совсем скоро будут установлены ещё несколько лавок, урн, а также газонное ограждение. Освещение заработает 8 сентября. В данный момент идёт устранение порывов электросети. Проект «Комфортная городская среда» продолжит работу и дальше. Он даёт возможность создать уютные и безопасные условия проживания десногорцев. И самое главное – учесть интересы большинства жителей отдельно взятого многоквартирного дома. Одним из главных условий включения придомовой территории в программу является инициатива собственников. Ведь они являются владельцами не только своих квартир. Им также принадлежит на праве общей долевой собственности имущество дома и земельный участок, на котором он расположен. Для того, чтобы включить свою придомовую территорию в программу по благоустройству, необходимо проявить активную гражданскую позицию и соблюсти ряд процедур по оформлению документов. Российским работодателям предложили создать в офисах детские комнаты. Соответствующее предложение сделал Минтруд. Согласно инициативе, ведомство россиянкам могут предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных помещениях прямо в здании организации. Планируется, что новшество будет способствовать повышению занятости женщин. Ведомство ждёт от предпринимателей предложений по реализации новой идеи до июля 2019 года. По оценкам экспертов, наиболее востребованными будут комнаты по уходу и присмотру за детьми в течение неполного рабочего дня. Бизнес-сообщество надеется на предоставление субсидий. А сейчас криминальные новости. В Вязьме с заявлением в полицию обратилась пожилая жительница, которую обокрали в собственном доме двое неизвестных. Подробности далее. По данным регионального ОМВД, злоумышленники проникли в дом через незапертое окно. Со слов 88-летней женщины, поздно вечером она услышала посторонние звуки в соседней комнате. Молодые люди наглым образом стали требовать у пенсионерки деньги. Она объяснила, что денег у неё нет, но грабители обыскали дом, открыто похитив продукты питания и мобильный телефон. А затем скрылись. Несмотря на то, что потерпевшая в силу возраста не запомнила примет злоумышленников, полицейские сумели установить личности подозреваемых. Ими оказались 23-летний, ранее судимый житель Вязьмы, и 32-летний, житель соседнего региона. Задержанные в содеянном признались. Украденный ими мобильный телефон был изъят, а подозреваемые заключены под стражу. В отношении задержанных к следственным отделам Межмуниципального отдела МВД России Вяземский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи Уголовного кодекса «Грабеж». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Разработчики российской туристической системы полета в стратосферу запустили космический скафандр «Сокол» с манекеном внутри на высоту 26 км. Подъем осуществлялся на кластерном стратостате, состоящем из шести шаров зондов, наполненных гелием. Этот запуск стал первым испытанием будущей туристической системы полета в стратосферу. В это путешествие манекен, называемый внутри компании «Валерой», отправился из Николаевска в Волгоградскую области. При запуске проверялась система подъема стратостата, система отделения полезной нагрузки, показания температурных датчиков в разных частях скафандра, радиосвязь и управление. Следующий этап проекта – создание системы жизнеобеспечения для скафандра, способной обеспечить безопасный подъем человека в стратосферу и парашютный спуск на землю. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для выполнения работ по вскрытию дверей один раз, помощь скорой два раза и один раз спиливание деревьев. За семь дней в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 624 сообщения, из них 242 ложные. Проконсультировано 382 человека. Поступило 8 просип от населения, из них отработано 6, переадресовано 2. В связи с установившейся теплой сухой погодой последнюю неделю в регионе вновь начались лесные пожары и возгорание сухой травы. Один из них сняли с квадрокоптера вблизи деревни Царево-Займище на границе Вяземского и Гагаринского районов. По сообщениям МЧС, причиной лесных и придорожных пожаров практически всегда становится человеческая небрежность. Непотушенная спичка, сигарета или костер в сухую погоду в считанные секунды приводит к стихийному пожару, который разрастается на много километров. Спасатели просят до начала дождей не разжигать костры вблизи лесов. А теперь коротко о погоде. 7 сентября в Десногорске будет ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 15. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»